В России продолжает расти число заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 20 303 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с конца марта за один день выявили более 20 тысяч заразившихся и впервые с апреля более 100 тысяч случаев COVID-19 за неделю. Рост заболеваемости связан с появлением новых заразных подтипов омикронштаммов. В конце июля в России появились первые случаи заболевания штаммом кентавр. На сегодняшний день число заразившихся резко возросло. Ключевое отличие кентавра от своих собратьев это значительная мутация в генетическом кодише повидного белка, что делает его очень заразным. По словам экспертов, несмотря на рост и изменения в вирусе, кардинальных отличий от предыдущих штаммов в симптомах не выявлено. Симптомы у кентавра в принципе такие же, как и у других штаммов омикрона, ну и на самом деле как у других вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, то есть по сути своей простуды. Повышение температуры, сухой кашель, головная боль, вообще боль в мышцах в теле, слабость. Ну то есть на самом деле по симптомам абсолютно невозможно сказать, что человек заболел кентавром, омикроном или другими простудными заболеваниями. В связи с тревожной динамикой Роспотребнадзор отметил, что в начале августа правительство Россия допустило возвращение антикоронавирусных ограничений при дальнейшем росте заболеваемости. Ведомство рекомендовало носить маски уязвимым категориям населения в людных местах и общественном транспорте. Также сделать прививку от COVID-19 или пройти ревакцинацию всем россиянам. В университетской клинике Казанского федерального университета ее проводят первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Это аналог вакцины «Спутник Лайт». Бустерная вакцинация повысит количество антител в организме и позволит не заболеть или перенести болезнь легко. Вакцинироваться нужно и нужно вакцинироваться каждые полгода, чтобы избежать тяжелых случаев заболевания, а также летальных исходов. Особенно это касается групп риска, таких как люди, страдающие хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет. Пока конкретной вакцины от какого-то штамма нету, она просто идет от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в униклинике Казанского федерального университета, которое расположено по адресу улицы Вишневского, дом 2А. В рабочие дни пройти иммунизацию можно с 9 утра до 18.00, а в выходные с 9 утра до 16.00. Записаться можно по телефону 233-30-00. Для вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Карина Саяхова, Универньюс.